Ну, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана Калмыкова с вами на связи. В своем личном аккаунте, потому что наш аккаунт марафона был заблокирован по понятным либо непонятным причинам. Но в этом мы не будем углубляться в этом. Давайте мы с вами начнем самый важный эфир нашего с вами марафона. И те, кто не участвует в марафоне, кто не принимал участия, вы послушайте, просто что-то может приметься, что-то может передадить своим близким, знакомым. Возможно, наверное, хорошо, что заблокировали тот марафон аккаунт, чтобы я здесь провела, чтобы больше людей услышала. Вообще сегодня считается такой достаточно сильный энергетический день и переломный момент в формировании наших желаний, наших дорожек. И для чего-то все происходит не просто так. И поэтому, в первую очередь, перед тем, как начать разговаривать о травах, о травяных сборах, о поздоровлении детей, я хочу с вами создать небольшой наш такой круг, женский круг, женский материнский круг. И я хочу, чтобы вы сейчас от души пожелали друг другу, кто сейчас подключается в марафон, кто уже домашнее задание делал, кто слушал нас. Тогда давайте все пожелаем друг другу, чтобы дети, наши дети были здоровы, чтобы они наполнялись силой, чтобы они крепились, чтобы их дух набирал полную мощь, чтобы они могли двигаться, невзирая ни на что, ни на какие преграды нашего марафона, чтобы ваши дети развивались, росли счастливо, в радости, в комфорте, чтобы и радостно вам же будет, да, мамы будут наслаждаться жизнью своих детей. Друзья, я от всей души вам этого желаю. И сейчас, на минуточку, просто представьте, чего желаете вы своему ребенку. Чего желаете вы сейчас, вот самому дорогому своему человечку, малышу, который рядышком, возможно, с вами сидит, посмотрите на него и почувствуйте, что вы хотите ему передать. И сделайте это. Вот прямо сейчас. Еще раз я вас благодарю за то, что вы пришли на марафон, за то, что вы создаете атмосферу течения, наше течение, за то, что мы формируем здоровое пространство, здоровое поколение наших детей. Это все очень здорово. Ну, а сейчас давайте более подробно посмотрим, какие травы, как их подбирать и что вы можете более конкретно сделать. То есть энергетически хорошо, когда мы наполняем свой дом, но есть еще физическое тело, которое тоже нужно, с которым тоже нужно работать. И в первую очередь давайте затронем тему, как подбирать травы, потому что многие спрашивали, видела, как подобрать травы и понять, что это ваши травы. В первую очередь вы откликаетесь только на свои ощущения в теле. Когда вы берете, допустим, траву, вы должны ее понюхать обязательно, посмотреть, какая она вообще, как она выглядит. Сильна трава, либо она может быть увядшая, видно по ней, да, то есть либо яркий такой зеленый цвет, либо уже серо-желто-коричневые тона. То есть не всегда даже хорошие травяные магазины распространяют хорошее сырье. И поэтому вы должны визуально посмотреть, понюхать обязательно травку. То есть возьмите в руки траву, потрите ее и понюхайте. Подходит она вам, дайте понюхать ребенку. Попробуйте, поиграйте с ребенка также в ладошках, ему будет интересно, вам потрите и пусть он понюхает. Как он откликнется на эту травку, какие у него ощущения. Во-первых, это контакт мамы с ребенком, и ему интересно будет повторять за вами. А во-вторых, это возможность услышать подсказки своего ребенка. Дальше, травы. Идеально, если вы травы, конечно, будете собирать сами, сушить сами. Но понимаешь, что это не у всех есть такая возможность, поэтому ищите своих травников, которых вы будете знать. Вы будете знать, откуда сырье, откуда привозят, как сушат, как заготавливают. И вообще, человек, который продает вам травы, он должен вам откликаться. Вот должен быть по сердцу. Если возможности травников найти нет, то что выбирать? Интернет-магазины либо аптеки? Вот здесь сложный вопрос. То есть, у нас есть хороший интернет-магазин с хорошей репутацией, и там должны быть травы хорошие. Но, к сожалению, я не могу давать гарантии за чье-то сырье и утверждать, что точно там хорошо. Когда у нас будет свое пространство трав, тогда я смогу уверенно сказать, что вот за это мы заручаемся. А пока маленькие порции купили, понюхали, посмотрели, почувствовали, заварили, опять же попробовали, как отвлекается тело. И вот тем самым вы будете подбирать травы для себя. Но, как понимать, когда, в какое время нужны травы? Вот, например, если мы говорим о детях, то всегда мы начинаем работать с кишечником. То есть, травы по очищению кишечника и по восстановлению. Вот это самое важное, что вам нужно сделать. И если говорить о передозировках, возможны травы передозировки или нет, вообще опасны ли травы? Потому что на многих упаковках трав, если вы в аптеке берете, стоят маркировки. Запрещено детям с какого-то там возраста, беременным, кормящим. Это только по той причине, что фасовщики трав, они не имеют лицензии на лечение людей. И, соответственно, они вынуждены ставить такие маркировки. И не всегда, когда стоит маркировка «детям нельзя», то эта трава запрещена. Очень хорошо работает полы, например, с малышами тоже, да, в оздоровлении. Но, к сожалению, говорят, что в 12 лет только можно ее применять. Опять же, на этикетках. Так, передозировка, давайте, да, конечно, передозировка возможна. Так же, в принципе, как и любым другим препаратам, питанием и всем чем угодно. Поэтому я всегда говорю, что если вы следуете какой-либо программе по нашей методике, либо методике других целителей, вы должны строго следовать вот тем вот рецептурам, которые даются. Потому что если вы будете от добра, от добра добра не ищет, да, от добра пытаться что-то сделать, да, ребенку больше додать, больше передать, но лучше от этого не будет опасной травы, потому что они, это лекарственное растение. И сила в них велика, то есть мы можем недооценивать. Опять же, про те же витамины, помните, говорила, что переизбыток чего-то может негативно сказываться на те или иные органы. Соответственно, вы должны быть очень аккуратно, дозированно, то есть не торопиться, да, не создавать чрезмерную нагрузку на выделительные органы в первую очередь, потому что они будут выводить излишки тех трав, тех травяных настоев, которые будет пить ребенок. Обращайте на это внимание. И первым делом всегда работаем с кишечником. Кишечник наш главный орган, который формирует иммунитет. И у ребенка, конечно, точно так же, как и у взрослого. Давайте мы рассмотрим несколько послабляющих трав, которые хорошо работают. Конечно же, тмин с кориандром, да, конечно, по нашей методике я буду всегда об этом говорить, потому что он хорошие результаты дает, это очень мягкое воздействие происходит, очень комфортное для ребенка. Но тмин с кориандром тоже есть свои дозировки. Бывает такое, что тмин с кориандром не работает. Если вы вводите маленькую порцию, пробную, может не сработать. Либо, если зерна тмин с кориандром плохого качества, тогда тоже вы не получите должного результата, вам нужно поменять зерна, и тогда эффект пойдет. Либо вам нужно пересмотреть питание. Опять же, при традиционном питании, если вы вводите тмин с кориандром, то результата можно и не видеть, не замечать по оздоровлению кишечника. Но какая-то часть все равно, то есть процесс идет, все равно попадают вещества, очень полезные, нужные тмин с кориандром в кишечник, и все равно процесс идет. Ну, просто вы будете не замечать это по ребенку. Но бывают ситуации, когда она пьет тмин с кориандром, и происходит высыпание на теле ребенка, покраснение, ухудшение состояния небольшое. Что это происходит? Это, в первую очередь, подсказка, что кишечник не справляется с выводом всех токсинов. И самый лучший способ, опять же, вывести через самый большой орган, это кожу. Запускается процесс очищения, оздоровления. Что вам нужно сделать в этой ситуации, если вдруг видите, что не справляется ребенок, тмин с кориандром и дает обострение? Пересмотреть полностью питание. Это самое важное, с чего нужно начать. Пересмотрели питание, убрали в те продукты животного происхождения, желательно, да, хотя бы на время, на недельку, на две, все продукты животного происхождения, все складости, консерванты и так далее. Молочный хлеб тоже желательно убрать. И тогда продолжить, дать небольшую паузу, выдержать там 5 дней, чтобы тело успокоилось, и снова запустить тмин с кориандром. И практически со стопроцентным результатом я могу сказать, что таких дальше обострений у ребенка не будет. Но есть еще паразитарные проявления. Дальше еще об этом поговорим. В общем, тмин с кориандром. Как заваривать? Берете в равных пропорциях. Допустим, вы взяли по 20 грамм тмина и кориандра, и завариваете на стакан горячей воды чайную ложку тмина и кориандра. Если малыш совсем маленький, там около годика, то несколько чайных ложек в день, тмин с кориандром, будет достаточно, чтобы ребенок выпивал. В перерывах между едой, либо перед кормлением груди тоже подходит. А ребенку постарше, допустим, 12 лет, 10-12 лет, то, в принципе, по полстакана, даже больше, по целому стакану уже можно пробовать выпить. Ну, и откликаетесь на состояние тела ребенка, на его походы в туалет, на его, возможно, подсказки, где в животе что бурлит, что болит, что проявляется. Послабления не будет, как отказ в торге, не будет ребенок бегать в туалет, вот прям очень срочно и быстро. Будет просто размещаться стул. Опять же, не ждите такого сильного эффекта. Тмин с кориандром – это как подготовительная база, для того, чтобы вы двигались дальше. Плюс ко всему, много полезных веществ находится в этих зернах, и они подпитывают организм, то есть готовят тело для более сильных программ, которые, где нужны будут больше силы. Тмин с кориандром – наша любимая, наша такая основная программа, с которой мы начинаем всегда. Длится 7 дней обычно. Параллельно, на фоне тмин с кориандром, можно пить восстанавливающие травы, для того, чтобы кишечник, опять же, напитался витаминами, минералами, микроэлементами, и пошел процесс восстановления микрофлоры. Потому что, да, тмин с кориандром хороши, но если есть еще поддержка с восстанавливающими травами, еще лучше. Что это такое восстанавливающие травы? Это лист черной смородины, лист земляники лесной, крапива, подорожник, календула, ромашка, лист брусники хорошо работает, ягоды шиповника, боярышника тоже прекрасно воздействуют. И вы можете смешать 2-3 травки и заваривать, сколько выпить ребенок – хорошо. Чем больше будет пить, ребенок, допустим, 10 лет, до 2 стаканов в день – это достаточно. А малышам уже подбирайте, сколько может выпить ребенок. Послабляющие сборы. Давайте вернемся к ним. Еще что можно делать, что можно пить. Я, конечно же, буду на курсе, который совсем скоро стартует, буду подбирать вам нужные сборы, буду рассказывать больше о них. Ну, сейчас двух слов скажу, что травы, которые работают хорошо с послаблением кишечника – это плоды жестера, кора крушины, плоды жестера, в принципе, тоже – это плоды крушины, сено хорошо работает, да, знаете наверняка. И если вы смешаете в равных пропорциях вот эти вот составляющие, то совсем мизерную-мизерную дозировку вы можете этого применять. Но лучше вот эти вот все компоненты, все травы, которые я перечислила, их лучше отдельно применять. Например, сену вы можете смешать с восстанавливающими травами, и оно будет мягко воздействовать. Если просто сену пить, то очень сильные спазмы в кишечнике возможны у ребенка, и будет неприятно. Потом просто не уговорить ребенка будет выпить эту сену. А если сочетается с липой, допустим, с листом черной смородины, с крапивой, то тогда вы получаете и легкое очищение, и восстановление кишечника на фоне. Вот, хорошо работает, знаете что? Семена моркови, их нужно измельчить в порошок, и при, особенно если у ребенка наблюдаются запоры, если общеварительная система такая в уставшем состоянии, то возьмите совсем немного на кончике, если ребенку 5 лет, то берем на кончике чайной ложки 3 раза в день, даем все размолотые семена моркови. Ну, это примерно 1,6 части чайной ложки. Детям постарше, больше, да, то есть увеличиваем дозировки, и вот где-то 15-летним детям хватает 1 чайной ложки 3 раза в день, по 1 чайной ложке, запивать за час до еды пить, и запивать водой, и достаточно, ну, хотя бы стакан нужно выпить, чтобы, опять же, не сформировалась пробка из морковных семян в кишечнике. И ослабление будет. Дальше, при запорах очень хорошо тоже работает, при восстановлении кишечника, при восстановлении микрофлоры, хорошо работает, если вы будете, ребенок, вернее, будет съедать порошок семян крапивы, двудомной крапивы. Можно запивать водой, конечно же, и дозировки точно такие же, как семена моркови. Но, если ребенок пьет двудомную крапиву, то, конечно же, смотрите, нет ли, то есть не подходит, если у ребенка есть традиционное питание, если есть молочные мясные продукты, потому что двудомная крапива будет стимулировать, чтобы кровоток сгущался и, ну, немного ухудшать состояние ребенка первое время. То есть будет тяжело дышать, будет слабость, поэтому семена крапивы лучше использовать для деток веганов, либо викторианцев. И, чтобы смягчить эффект от семян крапивы, можно запивать следом, вот выпили семена крапивы, и следом чайную ложку кедрового масла. Вот тогда будет значительно лучше ощущение. Плоды тмина, если вы смешаете, допустим, смотрите, хорошие тмин с кориандром, вообще я их очень люблю, еще раз повторю, но можно смешивать тмин и с другими компонентами, например, с корой крушины, с кожурой и апельсина, в равных пропорциях. Вы смешиваете и завариваете кипятком. Кипятком, потому что плоды тмина и кора крушины больше дают силу именно в кипяток. И укутать нужно хотя бы 30-40 минут, чтобы это все постояло. Можно на медленном огне минут 5 потомить, потом процедить, остудить, процедить и пить утром и вечером по одному стакану, либо по полстакана, в зависимости от ребенка, от состояния ребенка. Но малышам понятно, что это по несколько чайных ложек. И вот такой курс от 2 до 4 недель может длиться. Хорошо еще, крушина, кора крушины, вот нет, только оговорюсь, что кора крушины хороша, но у коры крушины есть свои особенности. Она должна вызреть. Когда ее собирают, у нее есть свое время, когда улетучиваются все вещества, которые могут вызывать спазмы в желудке, рвоту, тошноту, легкие ядовитые вещества. И только спустя год, после того, как ее срезали, собрали, эти вещества улетучиваются. То есть смотрите обязательно, спрашивайте своих травмников, когда собиралась кора крушина, и можно ли, вы будете понимать, можно давать это детям или нет. Но если не уверены, лучше кору крушины не использовать вообще. Дальше. Дальше, хорошо, знаете, еще в детстве, может быть, кто-то помнит, съедали лепестки роз, и это тоже считается таким легким. Расслабляющим действием для кишечника улучшается перистальтика, но в то же время гладкая мускулатура расслабляется, и, соответственно, получается послабление. И можно давать ребенку пожевать лепестки красных роз, и тоже это будет хорошо воздействовать. Но, опять же, нужно понимать, для чего вы делаете течение кишечника. То есть просто так почистить травмами ребенка, кишечник, вернее, ребенку, и не меняя свое питание, не меняя образ жизни, то какой смысл, если ребенок дальше будет продолжать все. Не, ну какой-то там положительный эффект будет, но все же нужно акцент делать на том, чтобы вы что-то меняли. То есть не просто запустили курс, а потом вернулись к своему привычному образу жизни, потому что ребенку, ну это стрессовое состояние будет, возврат обратно, да, то есть он перешел, поработал со своим телом, его организм окреп, и тут обратно вернулись на традиционное питание, тоже сложно, да, тяжело. Поэтому хотя бы маленькими шажочками вы уже будете двигаться, и уже это будет хорошо. То есть я не говорю, что вам срочно всем перейти на веганство, либо на сыроедение, вы просто по чуть-чуть будете выбирать, допустим, меньше молочных продуктов, будете включать меньше мясных продуктов. Ну, в общем, вы сами формируете культуру своего питания, культуру питания вашей семьи. И важно, чтобы вы просто понимали, для чего вы делаете те или иные действия. Например, антипризитарки. То есть понимать, для чего пить антипризитарные травы. И если у вас есть домашние животные, и если вы с домашними животными ничего не делаете, то, в принципе, антипризитарные травы ребенку и особо не помогут. Если вы хотите большего эффекта, то, конечно, нужно всю семью на антипризитарную программу, ну, хотя бы детей, да, хотя бы всех детей, и своих животных, которые у вас есть. То есть в корм, если вы используете сыроедный корм для животных, добавляйте настой полыни, и животные никуда не денутся, они будут это есть и будут получать свою антипризитарку тоже. Давайте про травы антипризитарные поговорим. Хотя нет, не только про травы, и про продукты тоже антипризитарные продукты рассмотрим, которые обладают самым сильным действием, и которые помогают. Но не тешьте себя иллюзией. И на самом деле продукты, вот все продукты, которые говорят, что они обладают антипризитарным эффектом, это очень маленькая дозировка, это больше поддерживающий эффект, чем воздействие на паразитов. Если вы хотите действительно поработать с паразитами и решить какие-либо особенности тела ребенка, допустим, высыпание на коже, обилие слизи, постоянные насморки, гомориты и так далее, то, конечно, нужно поработать с горькими травами, а потом уже подключать продукты, которые будут поддерживать тело в определенном состоянии, в том состоянии, до которого вы дошли, до которого получилось пройти с ребенком вместе. О всех воздействиях паразитарных я здесь рассказать не смогу, буду рассказывать на курсе, буду провожать вас от начала до конца под своим наблюдением. А здесь все-таки скажу, сделаю небольшой акцент на некоторые продукты. И давайте сразу с продуктов, нет, со специй начнем. Специи, какие хорошие специи для ребенка. Ну, начнем с аниса, кориандра, то есть тмин с кориандром, таким очень хорошим, даже легким, поддерживающим антипаразитарным эффектом обладает. Лавровый лист, да, черный перец, гвоздика, корица, кардамон, аир, имбирь, шафран. Это все специи, которые можно использовать в пище. Но понимаете, да, под действием температуры разрушаются многие компоненты, и смысл большого, то есть нужно съесть много специй, чтобы получить какой-то эффект. Если о свежих продуктах говорить, то это лук, да, зеленый, репчатый лук, латук хорошо воздействует, тоже чеснок, кинза, петрушка, алоэ в том числе. И если зелень, свежая зелень, то базилик, чебрет, сельдерей и клевер. И мята. Всегда вот эти вот травы, они славились своими защитными свойствами от паразитов, и помогали удерживать состояние ребенка в ровном, в той позиции, до которой вы дошли. Смотрите, тоже еще за счет богатого содержания серы проростки бобовых обладают противопаразитарным свойством. Но свойства, то есть они не обладают исцеляющими компонентами, но обладают свойствами, которые помогают поддержать иммунитет. В принципе, как и любые ягоды. Ягоды тоже, это такие уничтожители паразитов, поэтому ягоды, я всегда говорю, что ягоды обязательно включать нужно в рацион ребенка, не только потому, что они антипаразитарным эффектом обладают, но и потому, что ягоды напитывают тело ребенка всеми витаминами, которые необходимы для его роста и развития. Это малина, клюква, рябина, калина, брусника, смородина, крыжовник. В принципе, любые ягоды, они очень важны, также и голубика, и ежевика, и так далее. Особенно лесные. Ну да, особенно лесные. Вот Владимир вместе со мной здесь в марафоне. Особенно лесные, если вы знаете, что, если вы сами собираете эти ягоды, но это же вообще фантастика для ребенка, пойти в лес, наесться земляники. Я помню, так бабушки, когда ездили, мы собирали эту землянику. Ну и фрукты. Ягоды, конечно, хорошо, и фрукты зеленого, красного цвета, имеют внутреннюю среду, которая помогает, сделать некомфортное состояние для паразитов. Смотрите, ваша основная цель сделать условия проживания паразитов в теле ребенка некомфортные, чтобы они его покидали благополучно. И всячески горькими травами, продуктами питания вы будете это создавать. Какие горькие травы? Это полынь, пижма, караосины, есть и дикоросы, которые тоже хорошо воздействуют. Воздействует это сныть, крапива, кислица, лебеда, хорошо работает мокрица, черемша, вот прекрасно, особенно сейчас весной пойдет черемша, вот запасайтесь, пусть детки приучайте. Мята свежая, зверобой свежий, тоже, кстати, обладает антипредитарным легким эффектом. Но и овощи. Овощи тоже, особенно крестоцветных, это хрен, редис, ну всем известны, да, репы, брюква, семена горчицы, все виды капусты, в принципе, тоже. Вот знаете, вот этот горький вкус капусты, это когда не выращенная на химии, то есть выращенная на химии, она сладенькая, такая очень приятная, хрустящая капусточка, а такие старые сорта с горчинкой. И вот эта горечь как раз-таки очень цена, очень нужна. Можно, конечно, вымачивать в лимонном соку, горечь уходит, но компоненты основные, необходимые для ребенка остаются. У нас был даже период, когда мы были в Украине, мы делали сыроедную хреновину. По маминому рецепту получалось очень вкусно, дети с удовольствием ели эту хреновину, просто макали, листик шпината брали, макали в эту хреновину и вот с удовольствием ели. Ну, вы, наверное, уже знаете, я вам писала пост про нее, рассказывала много уже. На что еще хочу обратить внимание. Прополис всегда был и является уникальным таким лекарственным средством от многих заболеваний, но при условии, что пасечники очень бережно к пчелам относятся, не погибают пчелы при, опять же, выкачке меда и при использовании продуктов пчеловодства. Семена. Семена тоже обладают, это горчичное семя, льняное, тыквенное, тоже обладают антипорезитарным эффектом. И если вы будете ребенку давать ложечку масла, пол ложечки масла, на ночь, то будет очень здорово. И эфирные масла, которые вы можете применять как антипорезитарный эффект, это и душица, и лаванда, и чайное дерево, и нин, и хиноки, антигрибковое, антипорезитарное масло, которое здорово работает, вот очень хорошо. Понятно, что нужен эмульгатор, который помогает раствориться эфирным маслам, чтобы не обжигалось слизистая, можно принимать внутрь, можно наружное применение использовать, но про эфирные масла я в первом эфире много рассказала, так что применяйте их. И еще раз хочу напомнить про кремний. Кремниевая вода очень важна, когда вы работаете с паразитарными программами с детьми. Кремниевая вода помогает, во-первых, кремний и многие витамины, уже доказано, что делали исследования, исследовали погибших паразитов, смотрели, из чего в основном состоят их тела. И, как оказалось, это В12 тоже, и витамин К, и витамин А, Е, то есть это содержание паразитов, которые выедают. И кремния достаточно много в них, поэтому в первую очередь вот эти витамины должны поступать у ребенка постоянно. Но я вам не говорю, что это нужно пить с БАДами, с добавками, вам это нужно, вам нужно сделать так, чтобы тело, опять же, реагировало на небольшое количество приема, допустим, чайной ложечки масла, чтобы хватило, чтобы не прошло транзитом, а чтобы печень усвоила это, ферменты выделились нужные, и ребенок получил от небольшой дозировки все необходимое. Кремниевую воду, как делать? Помните, пост был у меня, либо это глиняная вода, то есть берете глину, чайную ложку на литр воды разводите, в течение там нескольких часов настаивается, и можете уже пить вместе с ребенком вот этот литр воды в течение дня. На следующий день другое, то есть следите, когда вам захочется. Возможно, бывают периоды, когда хочется постоянно, каждый день, в течение месяца пить глиняную воду. Дети у нас, я помню, миряна наша брала просто мел и грызла его, потому что им нужно было, и светозарчик тоже. А вы смотрите по своим детям, как они откликаются. Ну, хотя бы две недели хорошо было, если бы вы попили. Но глиняная вода – это все-таки неорганика. Неорганика хуже осваивается нашим телом, чем органика, чем травы. И вы можете использовать ту же кремниевую воду, только хвощ полевой берете, настояли с водой, либо математику тоже, да, настояли на воде, взбалтываем, активируем воду, и вот выпивайте, да, ребенку вернее. Давайте, пусть пьет сколько хочется. Если не хочется ему пить такую воду, то добавляйте в соки, хотя бы по несколько столовых ложек. Вот пьет сок, добавили туда, и вот он особо не заметит. Либо средные, может быть, коктейли делаете, смузи, добавляйте обязательно кремниевую воду именно в... так, чтобы незаметно было, чтобы не говорили, что вот это надо выпить. Ну, ребенок будет с насторожкой так смотреть, что там надо выпить. Дальше. Сок лимона, да, грейпфрута с косточками, если вы будете разжевывать. Ну, тоже понятно, что многие дети очень любят разжевывать косточки. Почему? По причинам, скорее всего, это нужно тоже. Тело просит, но если раскусывают, не говорите, что нельзя, да, пусть делает это в свое удовольствие. Ну, и помните, что это поддержка, да, то, что вот я взяла эти продукты, это поддержка тела. Контакт с паразитами всегда будет, где угодно будет. Даже если ваш ребенок не облизывает, не ест землю, все равно контакт с паразитами будет, в той же зелени. Кстати, зелень, знаете, как выращивать? Можно не выращивать, вымачивать. Как избавиться от паразитов в зелени? Вы берете, можно кору осины, либо кору березы, но лучше кору осины сжечь, получилась зола, то есть в мисочке какой-то, да, то есть вам нужна такая именно зола. Потом берете пол чайной ложки, на литр воды развели, активировали эту воду и вымочили в ней зелень. Вот прекрасно антипаразитарное средство от мелких паразитов, которые находятся в зелени. Можете это применять. Но вот эти вот продукты, которые я все-таки рассказала, это помощники в поддержании тела. Так, все. По поводу этих паразитальных, вроде все хотела рассказать. Давайте двигаться дальше. Хочется вам еще, да, время идет, нужно много еще рассказать. Хочется рассказать про, как справиться с недугом. Как вы можете помогать ребенку при определенных ситуациях. Давайте буду тоже быстро говорить, чтобы все успеть. Ну, начнем, наверное, с простуды, такое самое часто встречающиеся. И что вы можете делать? Если вдруг вы видите, что вокруг все начинают чихаться, понимаете, что ребенок уйдет в сад, либо есть какой-то контакт, был контакт с человеком, который был заражен, который чихает, у которого температура, и вы понимаете, что стоило бы ребенку как-то укрепить иммунитет. И хорошо работает. Это порошок куркумы. Берете, смешиваете пол чайной ложки порошка куркумы с 30 миллилитрами теплого миндального молока. То есть сделали миндальное молоко, немножечко совсем его подогрели до 40 градусов и добавили туда пол чайной ложки куркумы. Принимать вот такое вот молоко-кашицу нужно 4 раза в день. Ну, это при простуде, при гриппе, при кашле. Но при условии, что ли, ребенку, это вот 10-летнему ребенку, я сказала, дозировку. Меньше ребенок, соответственно, меньше. То есть с годовалым, ну, там совсем немножечко нужно на 50 миллилитров, вернее, 5 миллилитров миндального молока и на кончике ложки куркумы. И опять же, маленькому ребенку, совсем малышу, когда ребенок не знаком с куркумой, берете пальчиком, макнули, дали ему облезать, посмотрели на реакцию тела. Как отвлекается, чтобы не было никаких аллергических реакций. Вов, включи, пожалуйста, коллекционер. Дальше. Да, как принимать 3-4 раза в день до еды желательно. То есть примерно за 20-30 минут до еды старайтесь не смешивать это с едой. Потому что эффект будет теряться. Дальше все знаете, да, имбирь, корень имбиря тоже хорошо работает, воздействует. И если вы сделаете такую кашицу, это корень имбиря, лимон и мед, все в блендере взбили, и вот у вас получается такой супер согревающий, супер согревающая каша. Понятно, что ее сразу есть нельзя, но понемножечко, по небольшим дозировкам можете предлагать ребенку. Это вообще хорошая кашица для похода в баню. Так что можете взять себе тоже на вооружение, если вы с детьми ходите в баню, а баня это здорово, как для поддержки иммунитета, так и для прекрасного времяпрепровождения с всей семьей. Можете использовать такую вот имбирную кашицу вместе. Знаете, что есть еще таволга визуалистая, она хорошо тоже работает при простудных, любых простудных проявлениях в теле ребенка, и это прекрасное средство для пробуждения, для активации иммунитета. Именно, опять же, в условиях, когда ребенок немного ослаб, если вы видите. То есть вам нужно взять, берем, опять же, 10 лет ребенку, меньше ребенок, меньше дозировки, больше, дети, там, 15-20 лет, это уже как взрослым, в два раза больше дозировка. Для 10-летнего 1 столовую ложку сухих измельченных цветков от ауолги вы завариваете, заливаете на стакан горячей воды, не кипятка, очень важно, потому что цветки, они очень нежные. Цветочки, цветки, давайте по поводу трав, цветки нужно заваривать теплой водой до 60 градусов, травы завариваются, сухие травы завариваются температурой 80 градусов примерно так, и коренья, корешки, все, кора, сухие ягоды можно заваривать кипятком. Ну, нет, ягоды все-таки горячей водой, а вот корни и кору кипятком, потому что больше всего отдается именно в кипяток силы, либо в некоторых случаях вываривать. В некоторых случаях нужно вываривать. Итак, вы берете товару, одну столовую ложку и заливаете на стакан горячей воды. Закрываете это все вот такую. Можно сделать на водяной бане, подержать 10-15 минут, а можно просто укутать, либо в термосе подержать, и тогда тоже хорошее настаивание будет. Дальше вы процедили, охладили, и при комнатной температуре довели до комнатной температуры, а потом процедили все-таки. И принимать нужно при простудных каких-то вспышках вокруг, можно с медом, кстати, да, и принимать по третьей стакана три раза в день до еды. То есть, понимаете, если ребенку 5 лет, вы делаете полстакана, да, и вот этот полстакана разбиваете на три части, и даете ребенку за 30 минут до еды. Может, за 15 минут до еды, если ребенок попил, и сразу ему нужно будет есть. Также хорошо работает, как эталга, можно заменить ее на лесную землянику. Но ищите землянику, которая с цветочками, которая с ягодками, и с такими зеленоватыми листиками, она более важная, более ценная. При просторе также очень важно, если вы будете растирать ребенка грудку и спинку живицей, живицей, либо горчичным маслом. Что-то одно выбирайте, то есть, не должно быть смешивание масел ни в питании ребенка, ни в использовании наружного тела. И растирать до тепла, потом можно укутать, если нет температуры, если нет температуры, это очень важно. Если температура есть, то это применять нежелательно, если высокая, слишком высокая температура. Дальше, при простудных заболеваниях, что можно делать еще? Особенно у детей, при ОРЗ, гриппе, замечательно работает, просто вообще, наверное, самый сильный результат, это пихтовое масло, которое втирается в воротниковую часть спины, груди, и делается массаж, легкий массаж, вот этой части, и стопы. Стопы обязательно тоже пихтовым маслом, можно тоже растирать, вот именно рефлекторные зоны, там, где активные точки иммунитета на стопе, посмотрите, погуглите в интернете, чтобы я сейчас не останавливалась на этом, и несколько раз в день, то есть, не один раз, не на ночь, как я вот говорила, для профилактики работать с иммунитетом, а если есть уже особенности, вот, допустим, проявление простуды, то 3-4 раза в день это будет хорошо, и либо каждые 5 часов, если вы видите, что температура поднимается, масло пихты будет работать хорошо. После процедуры хорошо, если ребенку одеть носочки, если на грудь растирали, то компрессную бумагу приложить, и немного укутать ребенка, опять же, если нет температуры, также можно закапывать по маленькой капельке в каждую ноздрю, пихтовое масло, но оно достаточно такое яркое по запаху, не знаю, как дети откликнутся, но я знаю, что некоторые выполняли эти рекомендации, и дети поправлялись хорошо. Так, по поводу температуры. Вот, я несколько раз повторила, что растирание не допускается и при температуре, и при высокой температуре, допускается только растирание стоп. То есть, если температура 38, вы еще можете растереть грудку, спинку. Почему нельзя применять растирание при высокой температуре? 39,5-40, допустим, да, у ребенка. Потому что тело очень горячо, и моментально все впитывается в кровь, и излишки масла, которое поступает в тело ребенка, оно может привести к интоксикации. Во-первых, тело нужно будет тратить лишние силы, чтобы остановить действие масла, которое чрезмерно воздействует на тело при повышенной температуре. И, во-вторых, ребенок будет тратить силы не туда. Понимаете, да, нужно справиться с температурой, и он тратит силы на совершенно другое. То есть, это не выгодно ни вам, ни ребенку. Что делать при температуре? Есть у меня пост большой про температуру, но в двух словах тут проговорю тоже. Сейчас, простите. При температуре. Для начала нужно определиться, почему организм поднял температуру. Почему это произошло? Что тому послужило, и нужно ли сбивать температуру. Потому что, если мы будем вмешиваться в природные процессы, которые запускает организм, то, опять же, мы не доверяем тем самым нашему ребенку, и считаем, что мы знаем лучше, что нужно, что нужно сбить температуру, и так всем будет спокойнее. На самом деле, маме будет спокойно, либо родственникам, а ребенку будет нехорошо от этого. Температура поднимается, значит, должно что-то выжиться. Вот у нас был опыт, пришли несколько раз, были семьи, которые с ослабленным ребенком приходили. Мы запускали курс антипаразитарок, и поднималась очень сильная температура. Под 40 ребенок лежал, маленькие дети, там, двухлетние. Даже полтора лет был ребенок, и просто не могли не шевелиться, ничего. И 4 дня держалась высокая температура. Понятно, что мы работали. То есть днем снижается, к вечеру поднимается. Днем снижается, вечером поднимается. Почему не стали сбивать температуру? Почему не стали применять никакие препараты и так далее? Потому что на второй день температуры пошли выходить паразиты. Просто реально вот такие скопеечные монеты длиной и достаточно толстенькие. То есть фотографировали, прислали нам. И понимали, да, то есть родители понимали, что происходит с телом, почему эта температура есть. И продолжали верить в ребенка, двигаться травами, подпитывать его. То есть ребенок, в принципе, днем более нормально, более-менее себя чувствовал, но вечером запускался такой вот сильный процесс выздоровления. Поэтому всегда понимайте, для чего организм запускает температуру. Возможно, невозможно, а желательно не вмешиваться в этот процесс. Но бывают ситуации, когда нужно сбить температуру. Когда нужно применить препараты, антибиотики, ну, неважно что, но медицинские препараты нужны в некоторых случаях. Когда, во-первых, вы только перешли, допустим, либо в интернационное питание и только узнали о методиках оздоровления, и вдруг тут поднялась температура. Понятно, что методики оздоровления травами не помогут, потому что ребенка нужно сначала помочь справиться с кризисом, который уже сейчас есть, с которыми травы, мягкие способы, никак не подействуют. А потом уже, сразу после того, как кризис прошел, начинать работать уже по оздоровлению, по восстановлению иммунитета и вообще природных функций организма. И, соответственно, в некоторых случаях, да, нужно прибегнуть к медикаментозному лечению для того, чтобы справиться со сложными ситуациями. То есть я не отвергаю это. Оно имеет место быть в зависимости, опять же, от точки старта вашего. И все мы были на одной и той же тропиночке, все мы перетались традиционно, и, ну, все мы прошли этот путь. Поэтому не стыдиться, не ругать себя, абсолютно не стоит, просто нужно двигаться, не стоять на месте. Дальше температура, если есть, кризму делать или нет? Конечно же, я за кризму, если у ребенка не было стула. Понятно, если, допустим, какое-либо отравление, температура поднялась, и вы видите, что диарея, ребенок ходит в туалет, то кризма как таковая не нужна. Если температура есть, и вы видите, что ребенок не ходил в туалет, вам нужно сделать кризму не для того, чтобы сбить температуру, а для того, чтобы вымыть каловую пробку из кишечника, и чтобы, чтобы ребенок не тратил свои силы на интоксикацию от каловых масс, которые всасываются, под действием температуры всасываются обратно в кровяное русло. И ребенку от этого будет легче. И как побочное, хорошее средство, как побочное, хорошее действие клизмы, вы получите снижение температуры. Это хорошо. Значит, у тела появились силы справиться с этим. Да, температура. Стопы, растирание стоп замечательно работает, если не высокая температура, если даже высокая, если температура, холодная температура. Наверняка слышали такой термин, когда вроде тело горячее, да, а стопы, ручки ледяные. То есть нужно выровнять температуру тела, и согревание рук и ног очень важно, одевать рукавички, если нужно, и носочки, чтобы, опять же, выровнять температуру, чтобы не было судорогов. Можно обтирать теплой водой ребенка, никаких уксусов, ничего, конечно, это не применяется, потому что это сразу впитывается, опять же, под действием горячего тела, сразу впитывается все в кровяное русло. Если вы используете теплую воду, то есть воду для обтирания, то, конечно, теплая вода в преимуществе, потому что, если вы используете холодную, может вызваться судороги. То есть это вы тоже имейте в виду. При, что пить? Что пить, да. Это при температуре хороши чаи, которые помогают успокоить внутренний жар. Это и липа, и мати-мачеха, и лист смородины, и лист земляники. Вот в равных пропорциях, если будете смешивать, тоже будет хорошо. Но при температуре гриппи, особенно, когда гриппозное состояние везде у всех, то листья клеона хорошо, тонизируют, укрепляют иммунитет, и можете заваривать, добавлять вот в этот настой листья клеона еще. А можно отдельно, смотрите, можно и отдельно, как моно, чайно использовать. Берете, измельчаете листья клеона, заливаете стаканом горячей воды и настаиваете в закрытом посуде. Либо можно на водяной бане 15 минут, 10-15 минут, потом охлаждаете, и можно это применять, процедить, и применять по четверти стакана 3-4 раза в день, за 15-20 минут до еды. Настоем листьев, можно полоскать ротовую полость, можно горло смазывать, макать палец и смазывать, и промывать слизистую носа, тоже очень хорошо будет влиять. Но есть еще эфирные масла, которые тоже вот в композиции будут давать свои положительные результаты, и если вы будете растирать грудь, шейку, спинку ребенка с масляной такой композицией, то будет тоже хороший эффект. Помните, про масла говорила. Какие масла? Какие можете использовать? Это чабрец, вот если в соотношении, 3 капли, например, чабреца, 5 капель эфкалипта и 2 капли чайного дерева. И основа, это столовая ложка масла. И вот это все смешали, и втираете в спинку, в грудку ребенка, вот замечательно будет работать. А если кашель есть, смотрите, тоже если есть кашель, вы можете использовать травы. То есть если на фоне температуры есть кашель, да, трава богульника замечательно работает, если вы возьмете одну чайную ложку и зальете двумя стаканами прохладной воды. Очищенной воды, можно кремниевой воды. И настаивается со всю ночь. То есть прохладной водой залили, настоит, и потом утром вы встряхиваете хорошенечко, и нужно принимать ребенку по полстакана, опять же, в зависимости от возраста. 7-10 лет это полстакана для ребенка на 4 раза хватит. То есть 4 раза в день по полстакана. Чем важно? Это хорошее отхаркивающее средство. И не используется кипятка. Это очень здорово. Ну, в принципе, можно и математику использовать, и солодку, и липу. Душица отхаркивающая тоже, клевер, и соп. Вот эти вот травы можете 2-3 травки смешивать, и заваривать, как чай, и отпаивать ребенка тоже прекрасно. И сок граната, имейте его в виду, сок граната, и сок винограда. Потрясающе. Два сока, которые работают с кашлем, и, опять же, усиливают иммунитет. Хотела поговорить еще про застой желчи. Про, нужно быстро все проговорить, смотрю, время заканчивается, стараюсь побыстрее, как можно больше вам рассказать. Давайте, как понять вообще, есть застой желчи или нет. Почему я все время говорю про печень, про желчный пузырь, почему это так важно, потому что я уже вот говорила, что это как природа, природные антибактериальные и антипризитарные средства нашей желчи. И желчь это и ферменты, и смазка для суставного аппарата нашего антипризитарного воздействия, но и наш иммунитет, да. И признаки слабого оттока желчи, как вы можете увидеть, это по ребенку, это горечь во рту, это кожные зуд, шелушения в различных частях тела, но чаще всего это руки, и голень. Неприятная отрыжка, может быть и по себе вы это можете замечать, потом неприятный запах, такой гнилистый изо рта тоже говорит о застое желчи. Тошнота, возможно рвота, беспричинная, да, просто ребенка тошнит, жалуется, что его тошнит, либо беспокойный сон у малыша, когда вот скрутится, как юла, и спать не может, то есть это и паразитарные, и проявление печени, застоит желчи. И такая незначительная желтизна кожи тоже, конечно же, ну и суставы. Кожи, суставы, такие хрустящие суставы тоже может говорить о слабом на токе желчи. И если вы знакомы с висцеральным массажем живота, если вы знаете, как продавливать животик ребенку, то вы можете понять, что область печени напряжена, печень, возможно, увеличена, болезненные ощущения ребенок может рассказывать. То есть это тоже говорит о том, что есть особенности, с которыми нужно работать. Это основные признаки, по которым можно отследить и вы можете наладить работу ребенка, работу печени ребенка, если будете восстанавливать природные функции. Это использование шрот, расторопший утром, дощак выпиваете, чайную ложку ребенок выпивает. Если 3 годика ребенку, 2 годика, то пол чайной ложки тоже достаточно. И запиваете это все либо соком, либо водой. В дневное время желчегонной травой пить. Замечательно, если ребенок будет, например, кукурузный рыльц, спарыш, мята, календула. Тысячелистника немного добавить можно. И смешиваете в равных пропорциях, и потом заливаете горячей водой столовую ложку на стакан воды, 20-30 минут постояло, для ребенка достаточно, процедили, и вот отпаиваете в течение дня вот этим настоем ребенка. И вечером перед сном масло черного тмина, либо масло расторож тоже как замечательный эффект будет размягчение желчных протоков, улучшение тока желчи. Делать это когда? Смотрите, последовательно. Сначала делаете чистку, работаете с кишечником, потом работаете с... параллельно можно устанавливать хлору, потом с антиперизитарной программой, потом снова с кишечником, потом с печенью, вот в таком режиме это уже будет хорошо. Опять же, если вам нужны будут мои четкие рекомендации, моя помощь, чтобы пройти, чтобы понять, как двигаться, что делать правильно, конечно, приходите на курс. Записи на курс уже идет, уже места уменьшаются, но тем не менее еще есть, так что в шапке моего вот здесь профиля проходите по ссылке, регистрируйтесь, занимайте свои места и я вас буду всех ждать. 23-го числа стартует курс, так что буду ждать, кому нужна моя поддержка в помощи восстановления детей. Домашнее задание, давайте проговорю, пока время есть, домашнее задание, я очень хочу, чтобы вы выполнили домашнее задание, третье домашнее задание, оно несложное, и называется оно «Что доброго принес марафон?» «Что для меня доброго принес этот марафон?» Напишите, пожалуйста, все, что вы чувствуете, все, что вы услышали, прочувствовали, про что вам откликнулось, не просто вот это, вот это, вот это, а вот напишите о своих чувствах, мне очень важно это узнать, потому что важен ваш отклик, важно то, что вы ощутили. То есть, я вкладывала очень много своих желаний для вас в этот марафон, и обратный отклик для меня тоже очень важен, и я вам буду благодарна за это третье домашнее задание, и по третьему домашнему заданию сейчас вскоре в моем профиле выйдет пост о том, как правильно его оформить, так, чтобы я его не пропустила, ваше домашнее задание, чтобы проверила, и завтра в прямом эфире у нас розыгрыш подарков, кто не знает, какие у нас подарки, сейчас еще раз выйдет, то есть, сейчас выйдет мой пост, которым я напомню, какие будут подарки, и это ваша просто возможность получить, порадовать детей сладостями, теми же мыльными различными, мыльным пластилином, ну, знаете, это же здорово, тут вылепила эту рыбку, тут поиграла, тут помылся этой рыбкой, тут полезный мыльный набор, много важного, и лампы, и масла, и прекрасные разукрашки на стене, но, в общем, вам нужно, нужно принять участие, это же такой азарт, делайте домашние задания, все, кто сделал три домашних задания, завтра в 13.00 по московскому времени, у нас будет не в 7 утра, как мы планировали, потому что у нас сдвиг произошел, и я даю вам чуть больше времени на подготовку, на выполнение домашних заданий, в 13.00 по московскому времени, я проведу прямой эфир с розыгрышем всех призов, которые заявлялись, являлись, и самый главный приз, это участие, бесплатное участие в моем курсе, антипаразитарный курс для детей от 2 до 10 лет с применением именно стимулирующих программ, я с радостью приглашу вас в курс на базе эффективного участия, где вы сможете получать все, что необходимо для того, чтобы пройти с ребенком курс выздоровление антипаразитарный курс, то есть это самый главный приз, который я завтра буду разыгрывать, то есть я знаю, что это стоит того, чтобы за него побороться, поэтому пишите, кто еще не написал домашние задания, давайте скорее, у вас еще есть сегодняшний день, я не всех сегодня отлайкала, не всех прочитала, вот сейчас у меня еще есть время, я еще буду это делать, и если и завтра за час до прямого эфира у вас будет вывешены в сторис, у меня будут вывешены списки участников, которые допускаются до розыгрыша, если вы сделали все домашние задания и по какой-либо причине, допустим, забыли открыть свой профиль, не видите себя в списках, то вы напишите мне, пожалуйста, но прием домашних заданий я прекращаю в 7 утра по московскому времени, все, это после этого времени, к сожалению, я не смогу воспринять в списке, потому что физически мне не получится этого сделать, нужно будет уделять внимание совершенно другим вещам, и я не смогу прочитать ваши посты, так что до 7 утра завтрашнего дня, до 20 февраля, в 7 утра по московскому времени я принимаю все ваши домашние задания, потом уже все, потом уже буду сформироваться, собирать списки, доделывать все организационные вопросы, и в 13.00 по Москве ура, будем разыгрывать, разыгрывать все призы, давайте по вопросам, еще есть время у меня, то есть старалась, бегом, 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 спасибо за ваши сердечки, я вас благодарю всех за марафон, было классно с вами, несмотря на то, что заблокировали нас, мы все равно это сделали, всем, кому нужна эта информация, они услышали, все будут применять, и это здорово, так, где тут начало сообщений, мы очень много, вот, дошла до начала, была затяжная желтуха, увеличенная щитовидная, какие меры предпринять, очень много нужно здесь рассказывать, много знать нужно о ребенке, вот, не могу в двух словах вам подсказать, давайте я вам сейчас еще очень хотела рассказать про, вот, например, про укусы комаров, что делать, давайте к этому вернемся, да, потому что на вопросы, к сожалению, все не успеют ответить, а здесь хотя бы немножко проговорю, итак, смотрите, есть ли у вас укусы комаров, пчел, давайте про пчел, что делать, очень здорово работает эфирное масло ромашки, то есть смешивайте, капнуть, берете небольшой ватный диск, смочили в воде, в прохладной воде, капнули туда масло ромашки, и прикладываете к укусу, очень здорово работает, если вы будете чаще менять компрессор, несколько раз в день, 20 секунд до конца эфира, девушки, про москитов очень хорошо помогает тоже масло лаванды, я вас всех благодарю за этот марафон, я не прощаюсь, завтра мы еще встречаемся в прямом эфире с розыгрышем подарков, я вас благодарю всех, пусть ваши дети сияют здоровьем, до скорой встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok